Друзья мои, Ну, это все чуть позже, а сейчас я передаю слово для приветственного слова на наших рождественских встречах основателю, президенту инвестфонда IT Smart Money, человеку с богатейшей историей бизнеса и инвестиций, Алексей Григорьевич Левеков. Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Владимир Владимирович. Здравствуйте, друзья. Поздравляю с наступившим Новым годом, с Рождеством, скоро Крещение, старый Новый год. Вот дождемся только китайского Нового года, и тогда будем считать, что 2020 совсем позади, со всеми его проблемами, непонятными, неприятными вопросами. А у нас с вами праздничное настроение, рождественские встречи. Рад всех видеть. Добрый день. Давайте спланируем, что мы будем делать с вами в Новом году. Давайте пробежимся по тому, что успели сделать в прошедшем 2020-й итоги. Мы задумали краудфаудинг летом прошедшего года. У меня такой мысли не было сначала вообще. Я думал, что это мой крест, это моя карма находиться в услужении вот этих финансовых тузов, которые мою фабрику денег нещадно эксплуатируют, заливая с одной стороны, значит, свои миллиарды, а с другой получая их обратно уже с серьезным прибытком. И тут Денис Владимирович говорит, можно стать независимым. Я не жаловался, но знаете, когда что-то наболело, оно так или иначе прорывается в каком-то разговоре неформальном. Вы можете так узнавать от своих бизнес-партнеров, куда можно с ними вместе двигаться, просто посидеть, поговорить по душам. Денис Владимирович говорит, давай сделаем краудфаудинг. Я говорю, ну откуда сопоставимые объемы возьмутся? Нет, могут быть сопоставимые объемы. Привел пример работающих на рынке компаний. У меня сразу вопрос. Я никогда не занимался сетевым бизнесом. Там могут быть подводные камни, риски, которых я не знаю, которые могут подстерегать наш проект. Мы их все тщательно проработали, я человек системный. То есть важный момент – риск-менеджмент. Риск-менеджмент. Если мы видим какие-то предстоящие проблемы, откуда мы о них можем знать? Первое, конечно, вообще пресса, телевидение, интернет. То есть какие-то страхи, какие-то ожидания чего-то нехорошего. То, что реально случалось в других компаниях. Второе – аналитика. То есть мы можем предполагать. Интересный случай. Поступил сигнал на одну из моих компаний, что скоро приедут гости. Так называемые маски-шоу. Я не знаю, как их называют у кого дома. Вот в московском регионе называют маски-шоу. Компания заведомо знала о таком риске. Покупала информацию о том, чтобы это у нас знало чуть раньше, чем это произойдет. И как только поступила информация, что будет выемка, ну что значит, как блокировать деятельность компании? Выемка компьютеров, выемка документации. То есть нет возможности работать. Приступили к подготовке. Рядом с этой компанией был установлен автомобиль-газель отечественного производства. Совершенно неприметный. На местных номерах. В котором электрическая станция небольшая запитала скромную серверную группировку. То есть там стоечка, лампочки мигают, значит вот эти все провода, диски. А все компьютеры в офисе через Wi-Fi работали из этой газели. То есть ни на одном компьютере реальной информации не было. Ты приходит, ключик прикладываешь, у тебя взлетает экран, как будто ты работаешь на компьютере, а на нем ничего нет. Все в этой газете. Когда подъехали соответствующие бойцы, зашли в офис, руки от компьютеров, а значит, на компьютерах ничего нет. А зачем мы секреты рассказывали? Это технология, это не секреты. Это маленький кюриквин, такая быстрая победа. То есть подготовиться к тому, что случается с рисками, работа тех, кто планирует деятельность организации. Стратегическая работа. И эту работу надо делать регулярно. То есть риск менеджмент мы провели летом. Подумали, какие нас могут ожидать приятные и неприятные последствия. По каждому риску выписали его вероятность. По каждому риску выписали его цену. То есть сколько нам стоит, чтобы его предотвратить и как с ним работать. И я посчитал, что это приемлемо двигаться дальше. Набросали руан-матку. Три основных шага. Маркетинг-план. Маркетинг-план, который учитывает плюсы-минусы отрасли и предлагает партнерам, инвесторам то, что они не могут получить в другом. Три основных шага. Три основных шага. Информирование. Это самое важное. Информирование. Мы открыты. Мы открыты нашим партнерам, инвесторам. Мы открыты любым наблюдательным внешним органам. То есть любая копеечка, которая с момента старта. Когда у нас старт? 12 января, 12 февраля. Любая копеечка, которая с момента старта капает на счет любого из наших агентов, партнеров, инвесторов, уже очищена от налогов. По договору в белую любую форму сотрудничества можно выбрать. Кто хочет самозанятый, будет самозанятый. Кто хочет ИП, будет ИП. У кого есть уже общество с ограниченной ответственностью, на которое он получает эти средства, может ООО. И они все будут партнеры фонда. Итак, юридическое лицо в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, а значит и всего уже Таможенного Союза. Как только нам появятся интересные представимые предложения от потенциальных агентов, от потенциальных партнеров и инвесторов за рамками Таможенного Союза, то есть за рамками рублевой зоны, естественно, при кусте от 5 миллионов евро, для долларовой зоны, для 5 миллионов долларов мы будем рассматривать возможность открытия там филиала, потому что мы сможем уже инвестировать в Таможких юристов. И мы будем брать самых лучших. Итак, фонд. Цель фонда – содействие инвестиционной и инновационной грамотности частных инвесторов. Что это нам позволяет? Мы можем выводить деньги за образовательный продукт. По АКВЭДу, по КОДу, любой ИПШ может стать преподавателем. Если он разместил свой ролик на Ютубе, на закрытом канале, и другие партнеры нашего фонда его просмотрели, наш внутренний биллинг сопоставляет это с тем, что он должен получить по нашей инвестиционной политике, и выплачивает этому как гонорар за образовательную деятельность. Все, вы преподаватель. 6% заплатили в родине, больше никому ничего не должны. Если человек-агент, там еще проще, привлек какую-то сумму, получит свое агентское вознаграждение. Абсолютно честно. С отчетами агента большая часть, которая будет генерироваться нашими роботами. Конечно, будут нюансы. Конечно, на этапе предстарта мы настраиваемся, мы испытаем все ожидания учесть, всех услышать, и все это совместить в ту типовую форму договора оферты. Значит, это оферта. Оферта агента. Оферта инвестора. Инвестора пишем в кавычках, чтобы этот инвестор имел возможность легально получать средства. Если кто-то настаивает, возможно, такие появятся, я не исключаю, я с людьми работаю давно, я понимаю, что, что бы ты ни предположил, всегда может появиться кто-то один, два, несколько, которые захотят что-то, чего ты не ожидал раньше. Если кто-то скажет, а я хочу быть реальным инвестором. Да, оферта инвестора, которому мы раскрываем информацию по зарабатыванию денег, из которого мы, как налоговый агент, платим НДФЛ, пожалуйста. НДФЛ, как вы помните, для резидентов 13%, с большой суммой 15%, там, по-моему, от 500 тысяч, для нерезидентов 35%. Пожалуйста, если кому-то важно не прикидываться преподавателем, а получать четко свои инвестиционные средства, абсолютно полностью белые, чуть больше будет налоговый процент. Мы на все эти модели готовы, под все эти подходы готовится сейчас первичная документация, естественно, она будет сама на сайте. Вехи. Вехи в цифрах и деньгах. Как только мы собираем 25 млрд рублей, все, что меньше 25 млрд рублей, на рынке не существует, это никому не интересно. То есть это некий бизнес-юнит, который, как скажут налоговики, как-то трепыхается. Он все-таки есть, завтра нет, 25 млрд. Как только мы собираем 25 млрд рублей, у нас сразу возникает, сейчас уже переговоры ведутся, то, что называется корпоративный GR. Government Relationships. Отношения с государством. Это небольшой, компактный, но высоко профессиональный отдел из бывших сотрудников, а как вы понимаете, бывших не бывает, задача которых, они нам, я понимаю, немножко просадят, конечно, прибыль, задача которых, предупреждать возникновение проблем. Если нам наш отдел GR говорит, господа, вот 25, наверное, стало у нас там больше, там 50-70, господа, нам надо переехать в Тюмень юридически матросов. Мы их для этого и держим. То есть мы едем в Тюмень, наш юрист работает с тюменским губернатором, открывает там наш офис, и мы с вами все тюменцы, ну, юридически. Или GR говорит, очень сейчас важно показать, как вот мы боремся с ковидом. Мы выпускаем брендированные маски. То есть отдел GR начинает работать от этой цифры. Второе, 150 миллиардов. При 150 миллиардов мы становимся интересны, как партнеры, сейчас уже поступают предложения, я их не принимаю, потому что нас съедят, фондам, кооперативам, объединениям, которые обладают серьезными кредитными средствами или имущественными. Ну вот, недавним было 135 миллиардов, написал мне кооператив из Якутии. У него там имущество, они его закладывают, перезакладывают, передают другим бизнес-юнитам. Мы начинаем партнерство с такими компаниями. Почему? Почему нам это становится выгодно? Потому что уже на стыке мы можем их средства соинвестировать и, естественно, мы заплатим гораздо меньший процент, но нашим вкладчикам, конечно, будет выгоднее. Итак, третий. Я пишу вопросительный знак, его определяем мы с вами сами. Где границы наших возможностей? Вот примерно такие у нас результаты 2020 года. Я готов ответить на ваши вопросы. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.